Итак, тема сегодняшнего материала мы продолжаем работать с напольным мешком. По сути дела это такое серийное видео, когда мы показываем, каким образом можно работать на напольных мешках. В данном случае фабрика Филиппов Династи. В прошлом материале я рассказывал о том, что можно отрабатывать удары как самостоятельно и удары и защиты, когда у вас нет партнера. И в одном из прошлых материалов я показывал, что можно работать на удары и с партнером, когда партнер начинает изменять положение мешка и вы делаете удары. Так вот, когда мы говорим про защиту, то самостоятельная работа, она выглядит таким образом. Вы толкаете мешок, видите, что он возвращается на вас и используете это для какого-либо защитного элемента. А именно раз, вот у нас встреча предплечьями, встреча плечом или уклонение в одну сторону, уклонение в другую сторону. Но, это очень хорошая работа, но вы знаете, когда мешок возвратится к вам. Более интересная работа с напольным мешком можно проводить с партнером. Партнер, прошу вас, становится позади мешка и в его уже воле мешок подать на вас, либо прямо, медленно подаем мешок на меня. Вы видите, что мешок приближается и вы принимаете любой из защитных элементов. Допустим, либо отклон назад, еще раз, то же самое, либо, еще раз на меня, либо отход назад, еще раз на меня, уклонение вперед по диагонали, уклонение вперед по диагонали в другую сторону, либо сочетание всех этих вещей. Мешок можно подавать еще не только вперед, но и по диагонали сюда, вот таким образом, и по диагонали в другую сторону. В итоге получается, что вы можете абсолютно спокойно отрабатывать какие-либо защитные элементы от отходов. Еще раз давайте на меня, в разные стороны, ну так же, да, чуть по диагонали тоже. Видите, я немного ухожу, по диагонали ухожу. То есть, вот вы работаете, отход на ногах от мешка. А если это делать в рваном ритме и достаточно быстро, то в любом случае вам все равно необходимо будет хоть какое-то, но реагирование. Это дает возможность более свободно, более технично выполнять защиту. То же самое можно еще раз подали на меня. Я могу защититься предплечьями. Еще раз подали на меня. Я могу встретить ударом и отойти еще раз. Сюда. По диагонали я ухожу. Еще раз. Опять ухожу. То есть, мы можем не только делать защитные элементы, но и встречать ударом и уходить. В итоге получается, что вот свободная работа. Можем начать свободную работу. Ну-то, пожалуйста, раз. Отхожу. Еще раз. Ухожу. Еще раз. Отхошел. Еще раз. Уклонился. Уклонился, отошелся одновременно. Уклонился, отошел. Еще раз. Уклон сюда. Потом это можно совмещать с имитацией ударов. Или уклонился, мешок возвращается. Ты атаковал. Отклонился, отошел. Атаковал. И вот таким вот образом. Можно подойти ближе. Еще раз. Давайте толкайте. Вот я уклоняюсь на меня. Уклонился. Еще раз. Видите? Еще раз. Встретил предплечьями. То есть, вот такая работа. Спасибо. В итоге получается, что с напольными мешками вы можете работать как самостоятельно, без партнера, так и с партнером, тренируя самые различные аспекты, как атак, так и защит. Как и сочетание защиты с атакой. Вот такая работа. В любом случае, мы используем это в своих тренировках. Я думаю, что это очень полезно, нужно. С напольными мешками можно заниматься дома. Мы являемся партнерами Филиппа в динности, поэтому можете по нашему промокоду заказать мешок с 5% скидкой. Увидим в следующем материале. Заходите на сайт extreme-fight.org. Всех благ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...